Добрый день! Наконец-то это свершилось! Все давно ждали, когда процедура списания долгов станет более доступной для большего числа граждан. И вот вступил в силу закон об упрощенном внесудебном банкротстве. Эта процедура стала полностью бесплатной для всех. Не надо платить госпошлины, оплачивать услуги юристов и финансового управляющего, нести обязательные судебные расходы, так как эта процедура возможна через многофункциональные центры. Итак, сегодня я расскажу вам, для кого упрощенная внесудебная процедура списания долгов станет такой актуальной и своевременной. Несмотря на то, что в теории упрощенное банкротство выглядит достаточно заманчиво. А почему бы и не списать все свои долги и не обращаться при этом ни в суд, ни к финансовому управляющему и никому ничего за это не платить? Однако на практике на сайте ЕФРСБ, который фиксирует заявления, которые подали граждане на внесудебное банкротство, более 70% отказов потенциальным банкротом. Почему? Согласно информации с сайта ЕФРСБ, основной причиной отказов является то, что на момент проверки в отношении потенциального банкрота отсутствует сведения об окончании исполнительных производств. Таким образом, если в отношении вас закрыты все исполнительные производства по вышеупомянутой статье и не открытые новые, то смело можете идти в МФЦ и подавать заявление на упрощенное банкротство. Вы подходите. Самое главное условие, помните, это оконченное исполнительное производство. Далее, ваш долг должен быть не более 500 тысяч рублей. На сайте ЕФРСБ появились также сообщения о прекращении процедуры банкротства в связи с тем, что должник подал недостоверную информацию о кредиторе и размере задолженности перед ним. Так, по одной из процедур кредитор направил в МФЦ сведения о том, что сумма задолженности данного гражданина более 600 тысяч рублей. И МФЦ прекратил процедуру в связи с тем, что гражданин не подходит по критериям на упрощенное банкротство. Вы также можете работать, и при этом размер дохода не имеет значения. Это, безусловно, плюс. Однако, важно помнить, что судебный пристав-исполнитель не сможет окончить исполнительное производство, если у вас есть официальная заработная плата или пенсия. И, наконец, у вас не должно быть имущества оформленного на ваше имя, так как кредиторов наделили правом делать запросы в различные государственные и регистрационные органы с целью выявления этого имущества. И если выяснится, что на вас оформлена машина или вторая недвижимость, то кредитор направит эти сведения в МФЦ, а МФЦ, соответственно, прекратит вашу процедуру упрощенного банкротства. Однако, если сведения, поданные вами, не соответствуют требованиям закона, то вам вернут заявление на упрощенное банкротство. Если вам вернули это заявление, то вы можете подать его снова не ранее, чем через месяц. А если ваша внесудебная процедура банкротства будет сначала открыта, а затем прекращена, например, кредитор направил соответствующие сведения о том, что сумма долга перед ним существенно занижена, или ваше финансовое положение настолько улучшилось, что вы сможете расплатиться по кредитам, и МФЦ, соответственно, внес данные о том, что у вас изменились обстоятельства, и прекратил вашу процедуру банкротства, то повторное обращение возможно только через 10 лет. Помните, что вас не освободят от тех долгов, которые вы не указали в своем заявлении на упрощенное банкротство, в отличие от стандартной процедуры банкротства, где списываются все долги, как заявленные, так и не заявленные. Итак, подведя итог к вышесказанному, потенциальный банкрот должен соответствовать следующим критериям. В отношении него должно быть окончено все исполнительное производство, и не открыто новое. Максимальная сумма долга может быть до 500 тысяч рублей, а также на вас не должно быть зарегистрировано никакого имущества. Это основные критерии, и если вы им соответствуете, то следующим вашим шагом будет подача заявления о признании вас банкротом во внесудебном порядке в любой МФЦ по месту пребывания или месту прописки. И через 6 месяцев ваша процедура банкротства завершится полным списанием всех долгов, указанных в заявлении. Удачи вам! И помните, что жизнь без долгов прекрасна!